Так, всем привет! Итак, сегодня у нас 24 марта 2024 года. В Челябинске завершился пятый тур чемпионата Уральского федерального округа. Я играл черными против молодого екатеринбургского шахматиста Артема Пингина. Я этому мальчику уже дважды проигрывал. В блиц, в быстрый, по-моему, дважды. В общем, играет он неплохо. В этот раз я подготовил серьезную новинку. То есть я решил сыграть с ним е5 и конь c6. После второго хода он уснул минут на 7-8. После слон b5, a6, слон a4. То есть следующие ходы мы сделали быстро. Я предложил Артему сходить в берлинский... Ой, не в берлинский, а в контратаку Маршала. Но последовала вторая линия компа а4. И здесь мной была заготовлена линия... Линия, которая набрала популярность после великолепной победы на Всемирной шахматной олимпиаде. Даниила Дубова над норвежским, по-моему, шахматистом Бьере. Д5. Такой неожиданный ход. И АБ вроде можно, и ЕД, и даже слон бьет Д5. Вот, я это все посмотрел. Вот, Артем пошел ЕД. Теперь конь А5. Конь бьет Е5. Это все Артем вспоминал, а у меня, естественно, это все стояло на доске, и я это усумел выучить. Слон С5. Тут Артем вспомнил сильнейший ход Д4. У него осталось где-то полчасика до конца партии. То есть час съеден, даже больше, с учетом добавления. И Роман Юрьевич поплыл. То есть казался возраст, забывчивость и отсутствие навыков в счетной работе. То есть, ну, у меня просто реально, я забыл вариант. То есть здесь, конечно, была куча партий уже сыграна. Здесь, конечно, надо бить слоном. И АБ вроде как не опасно. Из-за конь Е4. Очень жесткий ход. Брать нельзя. Слон бьет Ф2. А после слон Е3, слон бьет Е3. Этот Эншпиль совершенно ничейный. Я получил Эншпиль ходом после ферзь бьет Д4. Немедленно. Ну, как бы поклонник защиты каракан не мог не пойти в Эншпиль при первом же удобном случае. Ну и что, что без спешки. Но разница в том, что здесь компенсации нет. То есть надо играть очень аккуратно. В смысле, очень точно, да. Был интересный ход. Конь Ж4, говорит движок. Что можно вроде как на ладья Е4 не обращать внимания на идею. Удивительно. Ну, я сыграл по первой линии. Б4. Он тоже. Конь Б5, слон Б6 и слон Е3. То есть от черных требуется длительная кропотливая работа по спасению партии. Я с ней не справился. Взял, взял. Король Ф8. Точнее, говорит движок Ж6 или даже А5. Здесь он не стал бить на С7, потому что... Ну, вот я посчитал такой вариант. Конь С7, ладья С8. Конь А6, ладья С6. Конь Б4, ладья Б6. И это просто ничья. То есть я отыгрываю на Б3. Но Артем сыграл намного сильнее. Он пошел просто ладья С1. Конь Е8, естественно. И король Ф2. Ладья А5, конь Д4. Я выгнал у него лошадь. И был полон оптимизма. Вот эта позиция мне казалась битой ничьей. Дальше белые ходят Ж4. Я играю по первой линии Х5. Он ходит Х3. И я бью ХЖ. Движок говорит, что это просто первая линия и ничья. Но только... А нет, я хожу с Ж6. Ёлки-палки. Ж6, это третья линия. Тоже еще, говорит, ничья. Но надо было, говорит, ставить пешку на Ф6. Пешку на Ф6. Пешку на Ж6. А на конь Е2 условная. Черные просто размениваются. И ведут коня на Е5. Белые не доходят конем до поля Д3. А с Е5 лошадь у нас и на С6 нападает. Да. Я-то думал, как мне коня на Е5 поставить. И у меня вылетела из головы идея. Я сделал слабый ход Ж6. Была еще мысль сыграть Х4. Но тут ее конь не одобряет. То есть, хоть мы линию Аши закрыли. Хоть пешка Х3 при случае слабенькая. Но где-то белые запустят пешку Е. И их позиция, безусловно, приятная. Вот. То есть, она ничейная все равно. Да. И после Ж6 ничейная. Но я проиграл в одни ворота. Конь Е2. Аши. Аши. Ж5. Это первая линия компа. То есть, я, оказывается, не такой дурак, каким сам себе казался. Просто в этой позиции, вместо короля Ф6, любому нормальному шахматисту пришло бы в голову сыграть Ф5. После чего, Железный Дровосек пишет, что ФЖ, король Ж4, конь Ф7. И ничья неизбежна, потому что черные успевают докопаться, если им потребуется, до пешки С6. Да до любой пешки. В общем-то, пешки Б2 и Б3 задержаны одной пешкой Б4. Поэтому материальный перевес у белок совершенно номинальный. Ох, какой я осел. Надо было играть увереннее. Ф5 ход я видел. Но, если честно, я просто, ну, зевнул, что конь может через Ф7 на Е5 отправиться. Все. Просто нули. Фантастика. Я сделал идиотский ход король Ф6. То есть, я понял, что напутал в дебюте. Вот, 14-й ход забыл. Но потом играл, оказывается, очень сильно. А мне казалось, что я АЖ поменялся неправильно. Даже здесь движок говорит, что я мог держаться. Но надо было пойти король Ж7. И, в общем-то, ну, здесь противно. Но, где-то движок пишет, что пешки нет. Но, ну и нет. Вот. То есть, не хватает у черных пешки. Плюс 0,6. Оценочка. Пользу белок. Я же сделал идиотский ход ладья А2. Слопал на Б2. И после ладья Б8 у черных, видимо, безнадежно. Я видел сильнейший ход король Е7. Но тут от идеи... Так не сыграл. От идеи ладья Б7 он не спасает. Короля ставит на Д8. В Эншпиле, ну, как бы, меня отучили еще в детстве. Вот. Ну, может, конечно, лучше бы не отучали. Я бы спасся. Но движок говорит, что все равно строчка. Вот я пошел ладья А2. Четкий ход ладья Б7. По идее, черные должны играть конь Е8. Ну, или как было в партии, шаг. Еще один шаг. И теперь конь Е8. Ну, все. Минус 3. То есть, у черных не хватает пешки. Но видно, что белые фигуры в разы сильнее. Забрать на Ж4 не получается. Конь Б5. И после ладья Ж1, ладья Е4, я решил, ну, уже сильно не мучиться. Разменял коней. Ну, то, что в этом Эншпиле спастись не получится, у меня сомнений не было. Но какие-то ходы я сделал. И даже провел вот это Ф5. Сделал ход, который должен был сделать на 30-м ходу. Там он вел к ничье. А здесь уже не спастись. Ну, и все. После ЖФ, КРФ5, КРД6. Партия закончилась. В общем, какой-то совершенно невероятный. Ну, как бы, вполне мной ожидаемый провал. Наигранности нет. Пытаюсь учить дебюты. Здесь, хотя эту линию я давал ученикам. И даже объяснял, что там надо делать и почему. Ну, блин, почему-то намного больше меня расстроило то, что я этот Эншпиле-то по большому счету спас. То есть, оставалось сделать один аккуратный ход Ф5. И партия... Ну, у меня нет сомнений, что Артему не удалось бы победить. Ну что, завтра меня ждет опытный Богдан Беляков. Я играю белыми. Постараюсь отдохнуть. Ну, вы видите, я совсем замучен. Вот. Ну, ключевая задача выспаться. Все. Всем спасибо. До свидания.